всем привет в этом видео я покажу как расписать вот такую вот маечку для работы я буду использовать обычный акрил не акрил для ткани в этом разницы нет я уже проверяла она также закрепляется утюгом на ткани и нам понадобится акрил белый и черный палитра кисточки и сама майка я раскладываю на твердую гладкую поверхность майку на которую мы будем рисовать внутрь кладу плотные листы бумаги чтобы краска не пропечаталась на спину майки на палитру я накладываю цвета которые мне понадобятся белый и черный на листе бумаги располагаю мои травы трафареты чтобы не испачкать стол и сейчас кисточкой буду наносить краску на трафареты сначала наношу белый затем буду наносить черный чтобы у меня получались разводы краску наношу неравномерно специально намеренно это делаю как бы пятнами теперь беру этой же кисточкой не мою ее и делаю такие разводы я стараюсь сделать в одном направлении сверху вниз у меня как бы смешивается белый с черным получается серый сейчас буду отпечатать беру трафарет вот моя маечка и делаю первый отпечаток мы смотрим что получилось вот наш первый отпечаток еще решила вырезать два трафарета вот такие вот и маленькие веточки доченька нарядная такая резиночка корона смешная доченька проснулась вот такая девочка девочки через недельку три месяца будет она уже держит это головку уже удобно ее держать кушать хочешь малыш это будет кушать малышка далее уже не принципиально у меня уже перемешались все краски белый и черный мне не обязательно уже наносить сначала белый а потом черный я просто беру зачерпываю и белый и черный на кисточке смешивается и я наношу на трафарет могу сразу на два трафарета наносить тут получился очень однотонный как бы сейчас вот на этом листочке серый и я сейчас чтобы он был влажным наношу а теперь возьму еще беленького черного и сделаем так и по мазочке берем этот кустик вот сюда и беру маленький маленький тоже прикладываю аккуратненько отпечатываю стараюсь не пачкать маяку пальцами и убираю вот такой маленький темный очень получился он темный можно его даже второй раз я могу взять кисть и немного подрисовать если мне хочется наносить и и я и и и и и и и и Веточки листочков я приложила сначала один раз, потом я не наносила повторно, а приложила рядом и получается как бы продолжение более светлое и совсем прозрачное сейчас уже получится, там уже совсем мало краски осталось, сейчас посмотрим, вот, практически не видно и более насыщенно хорошо, теперь я хочу сделать брызги, мне для этого нужна более жидкая краска, для этого я макаю кисточку в воду, набираю цвет, чтобы она была жиденькая, еще чуть-чуть воды и сейчас буду брызгать, для этого мне нужна синтетическая кисть с твердым ворсом, либо даже можно использовать зубную щетку и вот так вот я брызгаю, этот способ очень хорошо подойдет, если у вас, например, белая вещь не новая, на ней есть какие-то пятна, вот, все можно заместировать, если вы вокруг что-то забрызгаете, то есть если вы все не закрыли газетами, стол, стены, это все убирается очень быстро, влажная салфетка, нам нужно убирать сразу, если сразу не уберете, то, конечно, она засохнет, потом сложно будет удалить, вот такие набрызги напыления у меня получаются, и так вот, что у нас получилось, нам нужно дождаться, пока краска высохнет и прогладить утюгом на максимальной температуре через ткань тоненькую или через бумагу, таким образом акрил закрепляется на ткани и можно носить такую маечку, стирать ее желательно с изнаночной стороны на деликатной стирке, либо вручную.